День 2 раза вот это упражнение делает, позвоночник не будет болеть. День 2 раза вот это упражнение делает, позвоночник не будет болеть, позвоночник не будет болеть. День 2 раза вот это упражнение делает, позвоночник не будет болеть, позвоночник не будет болеть. День 2 раза вот это упражнение делает, позвоночник не будет болеть, позвоночник не будет болеть. Алло, Лена, я тут этот телефон нашел, короче, какой-то человек потерял здесь, я смотрю, где твое имя. Вы, ты, вы, или ты, ты, вы, ты знаешь его, это хозяин, это телефон. Если знаешь, позвони ему, скажи, что он телефон потерял, что я его нашел. И это, только я за возрождение отдам, а так, просто так не отдам я телефон. И там, это, короче, 2000 тоже нашел я там. Фух, какой-то русский язык. Я сына женила, так рада была. Все мне сказали, какая ты счастливая. У тебя невестка 5 часов встанет, все, работа сделает. А я так довольна была, радостна была. А потом я сказала, я сначала сама буду делать. И 15 лет я каждый день встаю, 5 часов. 15 лет я встаю, каждый день корову даю, сдаю молоко. Посуду мою, полы мою, потом я невестка бужу, вставай, вставай. Ребенок плачет, я иду. Кушать, варить, я иду. Все я сама делаю, все я сама делаю. Почему я сына женила? Что со мной случилось? Я до сих пор еще невестка. Потом второго женила. Яичником разговаривал, таким званием хорошим, который все знает. Он сказал, если, говорит, с 1 января у кого газу, оборудование найдут, сразу, сразу машину сжигают, этого человека расстреливают. Это, мне кажется, обман. Человека расстрелять, они не имеют права, и машину сжать, они не имеют права. Валейкум, слава, брат. Эй, что за гаишник такой, машину сжигают, водителя расстреливают. Эй, что за такой гаишник, я не знаю. Не может быть такой. Хорошо, что я снял газовое оборудование. А, Малейку, я тоже недавно звонил одному знакомому гаишнику. Он говорит, для легковых первый раз 3000 штраф, второй раз в тюрьму сажают на 15 лет. Помимо 3000 штрафа, там предупредительные выстрелы в ногу делают еще. Блядь, что за тяги, такие бархатные тяги, ребята. Фуф. Кефтеме. Я-то у сиску царапал. Так вот, добрый приходик такой, пацаны. Добренький такой. Не хочется ругаться. Не хочется брониться. А хочется просто сказать. Мяу, пацаны. Мяу. Я с города, с района еду, короче, на белые приоры черного цвета. Наступила осень, расцвела цветы, мне никто не нужен, кроме ты. Ты у меня настроение конкретное использовал. Теперь как мне идти с ватвы, если нет у меня настроения? Я не пугаю, я тебя интриг... 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 интригурую... интригурую я тебя. Алло, добрый обед. Вы мне сегодня напитки не отправляете, что ли? Отправьте сегодня, пожалуйста. Здравствуйте, родители. У моей дочки была шляпа, джинсы, камушка, мы красивые. Я ее купила, ее недели нету, 300 рублей, с Хасайорта. Очень хорошая, очень красивая шляпка была. Сказала она, что физкультуре надо, физкультуре надевать, заставлять, сказали. Аджи, саламу алейкум, брат, как ты? Это тебе фотография, которая рядом с тобой стоит, это твой двойник, что ли? Алейкум асалам, брат, нет, тройник. Девочки, привет. Привет. Зарема и Гульнара. Вы же смотрели этот фильм. Черная любовь. Там, когда Нихан упала с балкона из-за Эмира, она будет жить, да? Привет. Нет, не будет. Прыгай за ней тоже. Тебе легче станет. Добрый день, коллеги. Послушайте важное объявление, пожалуйста. Завтра, после 11, примерно через полчаса, будет полдвенадцатого. Девочки, скажите, пожалуйста, что дали задом? Я хочу удалиться от вашей группы. Как вы мне все надоели. Я тоже не понимаю, для чего вы дети в школу отправляют. Чтобы родители на WhatsApp сидели, что ли, домашние задания спрашивать это все. Какого хрена вы дети в школу отправляют по WhatsApp? Спешили, ушли, звону звенили и бегом вышли из класса. Так разве бывает, что ли? Пусть нормально сидят в классе и смотрят, какие задания дают и что дают. Задом ничего не дали, только все вперед. Блин, я падаю, блин. Столько домашней работы им дают. Окружающий мир пять листов дали, блин. Рисовать, заполнять, листья клеить. Им вообще обнаглели. С ума сходят, что ли, они? Из детей? Вунтеркиндами, блин, хотят делать. Реально, правда, я сегодня случайно мимо площади проходил, думал, что-то случилось там. Люди стояли, пошел. Я даже документов с собой, ни паспорта, ничего не было. Оказывается, там деньги давали, подошел, фамилию, имя сказал. Дали потом за папу, за маму, там их данные тоже сказал, за них тоже дали. По 50 тысяч 7 дают. И сейчас, говорит, информация прошла, сейчас Путин узнал, что Васильев вот так раздает деньги здесь. Он сам лично решил пролететь сейчас. Где-то через час его спецборд сюда прилетает. Он тоже будет здесь на площади, Владимир Владимирович. Будет отдавать, короче, там женщинам, детям, матерям, там всем, короче, от себя будет еще материнский капитал давать. Там мужикам, у кого там машины нет, он новый приоры будет уже готовый, посаженный, затонированный отдавать. А если уже приора есть у тебя, там можно старую приору сдать и новую камбри даст, короче. Короче, так что, если у кого желание есть, проходите, там реально там суета есть, короче, такая поддержка дагестанцев. К сожалению, в этот раз я Вас не поняла. Извините. Забудем. Я и не забыл. Ну, как такое забыть? Никак. Иди спи. До завтра. А что завтра, то... У нас все будет завтра. Будем надеяться. Надежда всегда с нами. Аминь. Есть ответ. Выход есть всегда. Субтитры сделал DimaTorzok